Продолжение следует... Продолжение на запад. Эта дорога, этот участок несколько серий. Как и предыдущее движение по федеральной трассе М-5 в РАУ. Это перевал через уральские горы. Нот установился, чтобы набрать воды. Но тут все под замком. Ну, непонятно, почему источник и вот кто-то там вешает замки и так далее. Очень неприятно и мне очень не понравилось. Ну, трасса М-5, она широко известна водителям. Как дальнобойщикам, так и автопутешественникам, автотуристам. Это один из наиболее опасных участков из всех федеральных трасс. Ну, это, наверное, было. Ее называли раньше дорогой смерти. Но это, на мой взгляд, уже в прошлом, в истории. Потому что видно, какое состояние дорожного полотна. Инфраструктура и так далее. Кстати, вот пользоваться инфраструктурой. Тут останавливаться, например, на ночевку, на привал. Вот, имейте в виду, что стоимость очень высокая. Такая же, как и под Хабаровском, когда я останавливался на ночевку. Тут такие же цены, может, будет тенденция к снижению, но маловероятно. Очень много вдоль трассы. Вот этих развалов, палаток, магазинчиков. Там можно купить все, что угодно. Все, что угодно. Начиная там, ну, не знаю, от гвоздей и заканчивая, ну, там, телевизорами и так далее. Вот, цены вполне приемлемые. Потому что поставки из Китая. Вот, очень много сувенирной продукции. И, ну, как мне потом сказали, что вот эти вот сувенирная продукция из Малахита и других самоцветов уральских, они вроде бы делают все это в Китае, потом завозят в Россию и продают как продукцию, ну, от этого региона. Много оружия, оно имеется ввиду ножей, там, кинжалы, сабли и так далее. Это производство, местного производства. Производство златоуст. Хорошие тоже вещи можно купить. Так, почему ее называли Дорогой Смерти? Ну, прошлые годы, дальние годы, на самом деле она была разбита, пух и трах в хлам. Ну, ее вот уже несколько лет тому назад, когда вели до ума, вот, и она уже это название потеряла. И, слава Богу. Много раз наблюдал тут последствия тяжелейших аварий, от которых мороз по коже. Въехал я на восток. Видел, ну, обрыв такой небольшой. И там вверх ногами перевернут минивэн. В общем, минивэн столкнулся с фурой. Ну, массы разные. Фура-то, только там капот немножко помят. Все. А от минивэна практически ничего не осталось. Много людей было на обочине. Но останавливаться я не стал. Ну, кстати, на видео, ну, особо кому-то интересно, можно найти этот участок, где я проезжаю. И вот это последствия аварии видны на кадрах. Ну, авария, да. Печально все. На другой день только узнал подробности. Оказывается, был там очевидец, свидетель всего этого. Минивэн пошел на обгон, вроде бы, и не увидел, что навстречу идет фура. Лобовое столкновение. Фура-то ничего не смеется. А вот минивэн... Ну, не это главное. Страшно то, что в автомобиле было пять человек. Муж, жена и трое детей. И последствия ужасные просто. Из всех пятерых только он остался живым. Вот он получил ранения, какую-то травму. А вся семья, и жена, и дети, все погибли. Даже трудно говорить. Что переживает этот водитель? Я не знаю, сможет ли он жить дальше. Ну, это ужасно, короче. Много, очень много аварий здесь было. Ну, вы сами посмотрите, какая интенсивность движения. Интенсивность движения очень высокая. Торопыги там, не знаю, вот обгоняют, обгоняют для чего? Для того, чтобы обогнать и через 2-3 километра, 4 километра, чтобы опять попасть в хвост тихохода. То есть, двигаясь по перевалу через Уральские горы, нужно быть предельно, предельно внимательным, осторожным. Не спешить, не рваться никуда. Участок-то относительно небольшой, я же, по-моему, говорил, он километров 200, но нужно быть предельно внимательным. Я бы не рекомендовал проходить перевал в темное время, остановиться перед перевалом где-нибудь на ночевку, отдохнуть и утром не чуть свет выдвигаться. А уже, когда будет более-менее интенсивное движение, уже тогда выходить на трассу. Потому что, если выехать рано, выйти на трассу рано, то есть большая вероятность того, что на встречу может попасть автомобиль, водитель которого всю ночь ехал за рулем, в надежде, ну, вот, как можно больше проехать, наверное. Вот, 4-5 часа утра, это самое время для сна и в таком состоянии пограничном человек может и уснуть за рулем, задремать. В общем, выдвигаться на перевал нужно уже, когда пошло интенсивное движение, уже светло. На мой взгляд, это самое безопасное время для движения. Кстати, вот, насчет того, что очень опасно, очень рано выдвигаться, это то, что тоже вот была авария, даже об этом писали в газетах, по телевизору показывали. Команда спортсменов на микроавтобусе, я не знаю, сейчас или в Уфу, в Уфу они ехали, или в Челябинск, но это не имеет значения. И тоже вот лобовое столкновение, потому что авария произошла в 4 или в 5 часов утра, чуть свет. Значит, вывод такой, водитель стартовал днем, вот, всю ночь ехал, наверное, в надежде, как можно быстрее приехать. И вот результат, вся команда детей, спортсменов, все погибли. Вот, тоже недоумевал, почему детей отправили на автомобили через, по трассе. Ведь есть же железнодорожное сообщение. Вот это и безопасно, и комфортно для детей. Я не знаю, чем руководствовался тренер, организатор в силу этого. Много-много могу рассказывать о происшествиях на этой трассе. Многократно проезжал. Последние годы, правда, стал избегать, я двигаться по трассе М-5 через Урал, особенно в зимнее время. Я предпочитал ехать через, по северному варианту, как я говорил, это через Ярославль, Киров и вот на Оренбург. И не на Оренбург, на этот, на Тюмень или на Екатеринбург, вот, объезжать Уральские горы. Места потрясающе красивые, но об этом даже говорить не стоит. В следующих сериях будет, наверное, в следующей или через серию будет остановка. Остановлюсь на трассе и сниму на камеру поселок Сим. Он находится в Ложбине, внизу вид, конечно, потрясающий. Но это все вы видите на кадрах. Так, ну а сейчас на этом заканчиваю. Продолжайте смотреть видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пить уже наверное Карпачёв 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 Продолжение следует... 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 Вот оно, Карпачёва, фигня. 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 Карпачёв. 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 Продолжение следует... 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 Ребята, проверим связь, меня кто-нибудь слышит? Ребята, связь проверим, кто-нибудь меня слышит в эфире? Продолжение следует... Продолжение следует... Проверка связи меня слышно в канале? Продолжение следует... Проверка связи... Ребята, меня в канале кто-нибудь слышит? Живые есть кто-нибудь в канале? Слышно меня или нет? Проверка связи? Спасибо, дружище! А то я думал, никого нету! Спасибо! Удачи тебе! Я к Симу подъезжаю! Симу подъезжаю! Симу подъезжаю! Симу подъезжаю! Симу подъезжаю! Продолжение следует... 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 Пойду попробую заснять Смотрим движим Пойду сниму на камеру поселок Сим Ну вот это Сим Вот наверху там движутся белые точки Это мы там будем ехать Сейчас спустимся вниз Потом поднимемся наверх Вот припарковался как мог Чтобы сделать эти кадры Это поселок Или поселок городского типа Или город Сим Видно как через него протекает Река С таким же названием Сим Ну а там солнце уже мешает Сим Сим Продолжение следует...